У нас первый вызов на станцию скорой помощи Казани поступил в 14.52 по поводу обрушения кровли дома номер 35 по улице Назарбаева. Первые бригады были на месте ЧС через две минуты. Всего на месте ЧС работали три врачебные, три фельдшерские бригады, организованные в взаимодействии с МЧС, МВД, аппаратом кабинета министров. Пострадавших 11 человек, в том числе двое детей, 16 лет и один месяц 8 дней. Доставлены медицинские организации Республиканская клиническая больница, Горбольница номер 7 и Детская республиканская клиническая больница. Также от воздействия урагана по городу Казани пострадало еще 9 человек. Вызовы были с 7 различных адресов. Всего по факту вызова на места последствий урагана выезжали 14 бригад скорой медицинской помощи. Время ожидания составило от 2 до 13 минут. Всего на госпитализацию седьмого доставлено 20 пострадавших, в РКБ 9, из них четверо госпитализированы, отпущены на амбулаторное лечение 5. В Горбольницу номер 7 и Детскую республиканскую клиническую больницу один ребенок госпитализировано в отделении нейрохирургии. На данный момент в медицинских организациях Казани находятся 15 человек, Горбольница номер 7, 10 человек, из них одна в отделении реанимации, в состоянии средней степени тяжести, под интенсивным наблюдением. Остальные в состоянии средней степени тяжести в отделениях. В РКБ 4 человека, из них одна с политравмой, в отделении реанимации интенсивной терапии, в тяжелом состоянии. Сегодня она прооперирована по поводу перелома бедренной и плечевой кости. Остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести. В РКБ один ребенок в состоянии средней степени тяжести, его состояние опасений не вызывает. Необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме, находится на моем личном контроле. Доклад окончен. Хорошо. Какая-то дополнительная помощь по санитарной эвакуации пострадавших? Нет, все необходимые консультации проведены. В тяжелой степени одна с политравмой находится. Мы прооперировали. Оставшиеся тоже все консультированы ведущими хирургами и специалистами наших клиник. Поэтому каких-то опасений нет. Для нас все понятно. Я думаю, что завтра, послезавтра мы начнем выписку, исходя из состояния. Пожизненные показания. Да, конечно. Хорошо. В Татарстане очень мощная медицина. Но вместе с тем я попрошу Национальный центр управления в клинических ситуациях. Давайте подключайте в ЦЕРМ МЧС России телемедицину и заодно отработайте все новейшие инновационные наработки. Я думаю, что это будет очень полезный опыт и для Минздрава Республики, и для ЦЕРМ МЧС России. Хорошо? Продолжение следует...